Практически все родители рано или поздно сталкиваются с ситуацией, когда их подросшие малыши должны пойти в детский сад. В этот момент перед взрослыми членами семьи встает множество вопросов. Например, как будет проходить адаптация, в каком возрасте отдать свое чадо в садик, как ускорить привыкание к новым условиям и требованиям. Волнение и страхи родителей в этот период абсолютно естественны. На несколько лет детский сад станет для ребенка, если не вторым домом, то существенной частью его жизни. К тому же именно от того, как пройдет адаптация, зависит психологическое и физическое здоровье малышей. Самый главный совет, который в этой ситуации может дать специалист родителям – успокоиться. Ваши волнения и сомнения обязательно передадутся малышу, даже если вы не будете высказывать их вслух. Решите для себя, зачем вы ведете ребенка в сад и готовы ли вы к этому. Готовы ли мама выйти на работу или по какой-то причине отдает она в детский сад, и что ей так будет лучше и удобнее. Прежде всего она о себе должна подумать. Если она будет уверена, что другого выбора у нее нет, и другого выхода – это самое оптимальное и лучшее решение, она перестанет сама мучиться, и какой-то у нее внутриличностный конфликт пропадет. Адаптация к саду требует от ребенка огромных усилий. Его приводят в незнакомое помещение, где много незнакомых взрослых и детей вокруг. Ему дают непривычную еду. Конечно, от всего этого малыш испытывает стресс. К тому же, если на это время накладывается один из сильнейших возрастных кризисов – кризис трех лет, процесс адаптации может затянуться. Психологи советуют отдавать ребенка либо до, либо после кризиса трехлетнего возраста. Сейчас начнут, соответственно, задавать вопрос, а как мы определим, есть кризис или нет. Вот негативизм – частый признак этого кризиса, отрицание всего. И ребенок пытается учиться своему «я», то есть отделять себя от мамы. На первый план в жизни ребенка в детском саду выходит воспитатель. Родителям надо в первую очередь наладить с ним контакт. Если малыш видит, что мама доброжелательна и спокойно разговаривает с воспитателем, то сам успокоится и начнет доверять педагогу. Зачастую в первые годы в саду родители сталкиваются с тем, что ребенок начинает часто болеть. Во-первых, организм малыша знакомится с незнакомыми ему прежде вирусами. А во-вторых, сказывается стресс от адаптации. Ребенок с болезнями начинает находиться дома. Мамы, как правило, начинают их лечить и начинают бегать вокруг ребенка. И возникают вторичные выгоды, что и внимание еще и усиливается. Поэтому первый совет – не делать большой трагедии из болезни, тем более из-за несерьезных болезней. Соответственно, не делать курорт. Постарайтесь, чтобы малыш как можно больше времени находился на свежем воздухе после сада. Гуляя вместе, поговорите с ним, обсудите события дня. Каким бы замечательным ни был детский сад, какие бы профессионалы в нем ни работали, никто не поможет вашему ребенку лучше, чем вы. Если малыш будет твердо знать, что в конце шумного дня его ждет любящая семья, 8 часов в саду не покажется ему вечностью. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, СРУ-24.